Привет всем! Сегодня речь пойдет об обыкновенной картошке, которая, несмотря на свой не очень приглядный внешний вид, обладает массой удивительных свойств. Картофель – самый популярный и востребованный овощ. Это многолетнее травянистое растение рода послен, является незаменимым продуктом питания на нашем столе, его употребляют в пищу почти ежедневно. В наше время представить меню без картофеля практически невозможно. Настолько привычен теперь для нас этот овощ, а для многих блюда из картофеля, которые относятся к разряду любимых. Картофель по праву можно назвать вторым хлебом из-за его популярности в питании людей. Его варят, жарят, тушат, делают все, что угодно. Но многие даже не задумываются, насколько он полезен для человеческого организма и в каких случаях может нанести вред. Многие люди убеждены, что его частое употребление приводит к набору веса, а также становится причиной потери упругости и тонуса кожи. Однако есть диетологи, которые, напротив, утверждают, что картошка – ценный и очень полезный продукт. Так ли это? Вначале стоит разобраться в том, каким образом потребление картофеля влияет на наш организм. Картофель – древнейшее растение. Его родина Южная Америка. В Россию корнеплод попал во времена правления Петра I. Сначала использовали красивые цветочки, затем стали применять в пищу сами клубни. Первая картошка не была внешне привлекательной и скорее имела отталкивающий вид. Привыкание к чужеземному овощу было долгим и болезненным. Но в настоящее время – уже немыслима жизнь без картошки. Ее едят во всех семьях, независимо от социального статуса и бюджета. Со временем она завоевала весь мир. Польза и вред картофеля – весьма относительное понятие, которое во многом зависит от правильного использования продукта. Полезные свойства картофеля основываются на его богатом составе, а вред – на некоторых особенностях хранения и приготовления. Все полезные вещества в картошке легко вымываются водой. Поэтому после очистки клубни нельзя долго вымачивать, а при варке лучше бросать в кипяток. Наибольшее количество витаминов и микроэлементов сохраняется в запеченном картофеле или сваренном с кожурой, в мундирах. Это объясняется тем, что самая полезная часть клубни – та, что ближе к кожуре. В клубнях картофеля содержится большое количество аминокислот и калия, также присутствует фосфор, магний, кальций, железо и витамины группы В, С и ПП. Поэтому картофель довольно полезен. Однако, больше всего он ценится за высокую калорийность и содержание углеводов, в основном, в виде крахмала. Картофель в несколько раз питательнее других овощных растений и благодаря этому способен прокормить множество людей. Калорийность картофеля составляет около 80 килокалорий на 100 грамм продукта. Этот показатель относится как к сырому, так и к отварному картофелю. Калорийность жареной картошки в два раза выше. Польза картофеля. Среди овощных культур у картошки самое высокое содержание витамина С. Если зимой нет денег на мандарины с апельсинами, то выручит картошка. Картофель – гипоаллергенный продукт, поэтому его можно есть маленьким детям с 6-8 месяцев, беременным и кормящим женщинам. Большое количество витамина В6 гарантирует вам нормальную работу иммунной системы и синтез белка. Картофель – это еще и питательная еда. Он является источником энергии и хорошо насыщает человеческий организм. Чтобы удовлетворить суточную потребность организму, достаточно съедать 300 грамм картофеля каждый день. Также он оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, уменьшает уровень холестерина в крови, помогает укрепить стенки сосудов и защититься от атеросклероза, снижает отечность. Картофель полезен для гипертоников, так как высокое содержание калия способствует выведению из организма соли и нормализации водно-солевого баланса. Картофельные блюда полезны для людей, страдающих язвой, гастритом, подагрой, почечными заболеваниями. При лечении простуды ингаляции паром картошки помогает избавиться от ОРВИ, для этого нужно отварить клубни и дышать горячим паром над кастрюлей. Сок картошки обладает потрясающим косметическим эффектом. Заметно отбеливает кожу лица, удаляет темные круги под глазами, убирает отеки на лице. Достаточно лишь несколько раз в неделю подержать тампон с соком картофеля с утра и вы будете выглядеть гораздо лучше. Свежевыжатый сок картошки поможет избавиться от пародонтоза. Рекомендуется три раза в день полоскать им рот и пародонтоз исчезнет. Употребление картофеля, как бы удивительно это не звучало, благотворно влияет на нервную систему. Регулярное употребление картофеля помогает защитить организм от преждевременного старения. Поможет картошка и в лечении радикулита. Для этого нужно отварить картошку, размять ее и добавить небольшое количество йода. Из полученного пюре нужно делать компрессы. Пюре выложить на ткань, приложить к больному участку тела и замотать целлофаном. Оставить на ночь. Благодаря каротиноидам, находящимся в составе картофеля, этот овощ полезен для зрения. Стоит заметить, что больше всего каротиноидов содержат картофель с мякотью желтого цвета. Вред и противопоказания. И все-таки картофель может быть вреден. Главным образом, вред картофеля связан не с составом самого овоща, а со способами его приготовления. Сам по себе овощ не повредит никому, разве что желающим сбросить лишний вес. Которые обвиняют картофель в том, что это именно он провоцирует избыточный вес. И поэтому люди, выдерживающие разгрузочную диету, боятся употреблять его в пищу, веря во вред картофеля. Картошка и полнота – это скорее миф. Набрать вес можно не от использования картофеля в пищу, а от прилагаемых к нему жирных соусов и масел. И если избегать жирной жареной картошки, то вполне можно сохранять стройность, да еще получать заряд активности и благотворное влияние на организм. И для здоровья важно все-таки не исключать картофель из рациона, потому как он является ценным источником калия, аскорбиновой кислоты и тиамина. Но вот в позеленевших клубнях присутствует очень ядовитое вещество под названием солонин. Накапливается этот яд в картофельных росточках при неправильном хранении, на свету. И в глазках вокруг ростков, и в зеленых боках этого солонина в 100 раз больше, чем нужно. Так что очень опасно употреблять такой картофель. А вот на посадку он вполне подойдет. Солонин опасен для всех, но особенно для беременных женщин, он может принести огромный вред плоду, вплоть до порока в развитии. Не рекомендуется злоупотреблять картофелем и больным с серьезными формами диабета, таким людям вреден крахмал. Очень вреден картофель, содержащий избыточное количество нитратов. А вот от домашнего картофеля, любовно выращенного, сваренного или запеченного с кожурой, для организма только польза. А для того, чтобы наша любимая всеми картошка не навредила, ее нужно просто правильно хранить и уметь правильно приготовить. На этом у меня все. Желаю всем крепкого здоровья, не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки, дизлайки и комментировать. Всем спасибо, до новых встреч.